Буду отвечать на ваши вопросы. Мне тут прислали огромное количество вопросов к психологу. Буду сейчас на них смотреть, отвечать на них, вам зачитывать их. Здравствуйте, присоединяйтесь. Сейчас отвечу на эти важные вопросы, которые у меня перед компьютером. И потом уже буду отвечать на те, которые вы здесь собрали. Здравствуйте, здравствуйте. Тема вопрос-ответ. Сейчас я вам ее здесь прикреплю. Вот так вот сделаем. Вопрос-ответ. Сейчас, наверное, я поотвечаю сначала на базовые вопросы. У меня тут кто их, сейчас я вам скажу, сколько мне тут прислали. Непонятно, сколько-то вопросов. Ну, в общем, много вопросов. Я сейчас поотвечаю на них, а потом уже будем отвечать на все остальные вопросы. Напомню для тех, кто меня видит впервые. Меня зовут Юлия Хадарцева. Я психолог, расстановщик, энерготерапевт. И будем отвечать на вопросы. Итак, вопрос номер один. Чувствую себя раздавленной, на всех весах прибавила, эмоционально тяжело, стресс со всех сторон, какой бы человек ни стоял передо мной, слезы. Вечные слезы, непонятно от чего. Хочется забиться в угол, скрыться с глаз долой и реветь. Возможно, даже дело не в том, что на весах прибавило. Возможно, это сидит глубже. Но факт остается фактом. Пожалуйста, помогите мне. Итак, когда вы чувствуете себя раздавленными, когда вы чувствуете себя забитыми в угол, скорее всего, у вас есть детская психологическая травма, где была история, где вас реально ругали, может быть, били, и вы чувствовали себя задавленными. И вам очень была нужна кто? Мама. Почему нам все время хочется есть? Почему мы переедаем? Нам не хватает материнской любви. То есть, скорее всего, в данном контексте, в контексте данного вопроса, когда вам хочется забиться в угол и спрятаться, есть, скорее всего, история из вашего детства, где есть травмированные истории, где вам очень сильно не хватало поддержки, заботы, любви в контексте мамы. И почему вам хочется поесть? Потому что, когда мы едим, нам реально не хватает мамы. И мы попадаем в эту травмированную историю. Следом вопрос сюда же, который относится, как контролировать себя, когда в голове голос говорит «Съешь меня». А там вредное, такое, как чипсы. Смотрите, что такое контролировать себя? Чем больше вы себя контролируете, тем больше вы подавляете свою ту самую маленькую девочку, которая у вас там сидит в травме в углу и желает получить материну. Чем больше вы себя контролируете, тем жестче вам становится. То есть, тогда, когда вы сбежите от мамы из-под контроля, вам станет еще сложнее. Поэтому задача не контролировать себя, а потом наказывать во время того, когда вы переедаете. Ваша задача во время того, когда вы сильно себя контролируете, наоборот, расслабиться, и объяснить своей голове, почему не нужно это делать. То есть не из силы воли, которая себя заставляет что-то делать, а из логичного объяснения себе, почему те или иные вещи делать нельзя. Понятно, да? Поэтому, что здесь важно сделать? Важно полюбить себя, полюбить свое тело, понять, что этот вредный продукт ничего хорошего тебе не принесет. Полюбить себя и понять, что там сидя в углу, мамы на самом деле там не найти, сожрав там 10 тысяч тортиков, мамы вы там не найдете. Поэтому мы действуем не из силы и подавления себя, а мы действуем из внутренней мотивации, уверенности, кайфа, наслаждения и удовольствия. И невероятно нужно любить себя, чтобы не есть сладкое, чтобы заниматься спортом и прочее, прочее. То есть мы занимаемся спортом и не едим и не обжираемся не потому, что мы себя плющим и заставляем это делать, а мы это делаем и из любви к себе, и из другого места, из внутренней любви к себе. Поехали дальше. Вопрос номер два. Чувствую тревожность, как будто в теле происходят какие-то процессы, а психика реагирует тревожностью. Замечаю раздражительность. Что делать? Пожалуйста, пожалуйста, почему столько мало просмотров? Так я вот тоже что-то не пойму. У меня обычно 400-500 просмотров, а сейчас тоже что-то мало. Я не знаю, что тут происходит. Итак, чувствую тревожность, как будто в теле происходят какие-то процессы, а психика... А вы, кстати, с какой телем мужчиной интересуетесь? Вы что сюда пришли? У вас тревожность. Если вы чувствуете тревожность, тревожность – это глубинная история неуверенности в себе. Когда вы глубинно неуверены в себе, вы поступаете определительно, как вот этот молодой человек, который приходит и начинает пытаться у других найти какие-то изъяны и найти какие-то косяки. Вот этого делать не нужно. Тревожность – это внутреннее неспокойствие, внутреннее состояние, когда вы не справляетесь. Все на пляже, да-да-да, все на пляже. Ну, слушайте, если вы на пляже, тем более надо смотреть этот эфир, тем более я здесь говорю про красивое тело и про любовь к себе. Когда вы не справляетесь с внутренней тревожностью, ваша задача, что сделать? Ваша задача – осознать, что внутри вас есть внутренний стержень, на который вы можете опереться. То есть такая тревожность, если мы прям говорим про тремор, это когда мы теряем внутреннюю опору и теряем внутренний стержень. И здесь очень важно с этим поработать и найти этот самый внутренний стержень. В базе, с точки зрения психотерапии, первый, кто нам дает внутренний стержень, внутреннюю опору – это наш папа. И, кстати, тревожность очень часто оборачивается лишним весом. Почему? Мы очень часто набираем лишний жир, лишние килограммы для того, чтобы получить эту внутреннюю опору. Поэтому, если есть тревожность, обязательно нужно проработать отношения с папой, найти внутреннюю опору, внутреннее центрирование, поработать с центрированием, успокоиться и осознать, что внутривать есть что-то большее. Поехали дальше. Непонимание. Такой вопрос. Перестала получать удовольствие с еды. Кушаю без интереса, потому что надо. Это нормально? Нет, это не нормально. Очень важно понимать, что еда вам дана не для того, чтобы вообще ее есть. Если вы не хотите есть, не надо есть. Как вы знаете, мое любимое выражение в любой непонятной ситуации – бегай и голодай. Поэтому, если вы реально не хотите есть, не ешьте. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, если вы не чувствуете вкус еды, если вы от нее не получаете удовольствие, лучше вообще не есть. Поэтому прекращайте и начните получать удовольствие от чего-то другого. От одежды, секса, кайфа, работы своей. И вот, кстати, если вы никогда не получаете, извините, удовольствие от своей работы, время менять работу. Я, кстати, сейчас тоже иногда начинаю об этом задумываться. Реально, если вы перестали получать удовольствие от работы, если она вас выматывает и вам реально тяжело, реально нужно менять работу. Понимаете? Если вы не получаете настроение от еды, кайфа, наслаждения, ну там, от еды не получаете кайфа, вкуса, наслаждения, пора менять еду. Если вы не получаете удовольствие, кайфа, наслаждения от партнера, пора менять партнера. Это, на самом деле, относится ко всем сферам жизни. Идем дальше. Вопрос номер 4. Здравствуйте, это мой третий марафон. На самом деле эти вопросы не с моего марафона, они нам прислали эти вопросы. Я отработала на 100%, но по окончанию меня все так раздражало, я не могла смотреть на эти овощи, молочные продукты, вообще любая тема похудения жутко выбивала меня из равновесия. Что было итогом? Я все забросила, начинала питаться так, как раньше, набрала вес. Давайте вот я не перестану повторять, у нас очень много сегодня вопросов про еду, я не перестану повторять, раз за разом буду говорить следующее, что ваши отношения с едой, это ваши отношения с вашими родителями. И мы можем быть хорошими девочками или хорошими мальчиками, когда мы исправил, садимся на диету, но потом происходит срыв, и мы начинаем ненавидеть условно нашу, эту еду и условно нашу маму. Это условно, когда мама говорит, хочу делать, давай ребенок садись, делай уроки, мы становимся хорошими, делаем уроки, но через какой-то момент мы начинаем ненавидеть маму и папу. Поэтому первое, что вы должны сделать, вы должны осознать, что вы уже взрослые, что вы идете в ту или иную сферу не потому, что вас мама и папа заставляют, а потому что вы это выбираете. Вы выбираете такие продукты, такого мужчину, такую деятельность, и тогда у вас не будет наступать отката, понимаете, не будет его наступать. Что это такое? Как мне найти силы и продолжать достичь цели минус 20 килограмм? Как мне продолжить работу над собой после окончания моего пути? Очень важно понимать, еще раз, что вы это делаете не потому, что вам мамка вас заставила, а потому, что у вас есть внутреннее состояние жить такой жизнью. Вы сами выбираете такую жизнь. Если говорить с точки зрения души, вы сами это выбрали, вы сами в это идете. Вопрос номер пять. Чувствую стресс. Либо это то, что на ГВ гормоны, либо то, что для организма стресс. Как бороться со стрессом? Знаете, как я опять же повторюсь, в любом непонятной ситуации бегай голодай. Вот поэтому для того, чтобы бороться со стрессом, ну пойдите на тренировку, сходите. Очень часто стресс у нас возникает из-за переизбытка внутренней энергии. Мы из внутренней энергии, мы с ней не справляемся, мы сливаем ее в стресс, слезы, истерики и прочее, прочее. Возьмите эту внутреннюю энергию, направьте ее на что-то позитивное, бизнес новое создайте, я не знаю, там одежду пошейте, блины не спеките. На тренировку сходите, сексом займитесь и прочее, прочее, прочее. Поэтому со стрессом бороться не нужно, стресс это потенциал, избыток энергии, который вы куда-то не направляете, поэтому направьте его куда-то. Вопрос 6. Подавленное состояние. Месяц отказался от сладкого и булочных изделий, а вес стоит на месте. Как обрести уверенность в себе? Когда вес стоит на месте, появляется ненависть к себе. Еще раз, вот смотрите, вот прям у нас сегодня прям тема про это. Окружение очень влияет на нас. Да, вот Иричка пишет, что окружение очень влияет на нас. Это правда, окружение очень влияет на нас. Итак, давайте смотреть. Месяц отказался от сладкого, вес стоит на месте. Смотрите, очень важно понимать, что в вопросах лишнего веса на нас влияют не только то, что мы едим и как мы занимаемся, но очень часто психологические истории. Если вам страшно, если вам нужна уверенность, сила, которой вас не хватает, потому что у вас не простроен папа, так или иначе у вас будет лишний вес, он будет стоять на месте. Это первая причина. Вторая причина. Например, у вас есть нерожденные дети. Если у вас есть нерожденные дети, так или иначе вес будет стоять на месте. Почему? Потому что вы через свое тело пытаетесь донашивать нерожденных детей. Третья причина. Например, у вас есть в роду люди, которые умирали от голода. Если люди умирали от голода в вашем роду, вы так или иначе будете за них заедать, понимаете? Вот и всё. Так, вопрос у меня здесь. С чем связано то, что иногда могу я быть хорошая мама, работником ценным, но иногда могу начать с подружками пить даже по несколько дней? Делали расстановки, не помогло. Что делать? Так, у меня делали расстановки? Я не помню тебя, Солнце. Ты у меня делала расстановку или нет? Смотря что было в расстановке. Ну, смотрите, опять же, если мы говорим про алкоголизм и какие-то вещи, которые у нас связаны с манией, наркоманией, алкоманией, сексоманией, табакоманией и прочее, там чаще всего подавляющий родитель противоположного пола. То есть в данном контексте нужно смотреть на папу и либо смотреть на какую-то родовую кармическую историю. Нужно посмотреть, почему так было. Вот Руслан пришёл, нам здесь комментируют, просто жрать на пол ведра меньше. Руслан, ты, конечно, очень умный, вы, конечно, может быть, врач-психотерапевт, но я вам скажу, как женщина и как психотерапевт, вы знаете, легко сказать, трудно сделать. Очень часто бывает так, что ты открыл холодильник и сожрал 8 ведер, и ты себя не контролируешь. Психика – это такая вещь, которая хрен, когда её проконтролируешь, понимаете? Если бы все могли вот так вот сделать, просто жрать на пол ведра меньше, поверьте, в нашей стране, в нашем мире было бы намного меньше несчастливых людей, потому что наш мозг, мы знаем всего на 2%, 98% нашего мозга не подходит под то, чтобы его вообще как-то изучать. И просто сказать «делай так», так не получится. И поверьте, Руслан, в вашей жизни вы тоже 99% всего делаете неосознанно, бессознательно. Все ваши поступки, даже то, что вы сюда сейчас мне написали, это неосознанно. Поэтому здесь невозможно просто сказать «жри на пол ведра меньше». Здесь бывают такие истории, что ты не успел обернуться, а уже сожрал 8 ведер. Едем дальше. Вопрос номер 5. Чувствую стресс, либо этот, потому что на ГВ, ГВ, для тех, кто не знает, Руслан, наверное, не знает, грудное вскармливание, либо что-то для организма стресс, как бороться со стрессом. Мы это уже проговорили, да, с вами. Здесь немножко хочу сказать про ГВ. Вы должны четко понимать, что женщины после того, как она рожает, вот это вот, знаете, история послеродовая депрессия, она не просто так придумана, там реально у нас меняется уровень гормонов. И женщине после того, как она родила, реально очень нужно повышенная история, повышенная история с любовью к себе, с ценностью к себе, с выбором себя. Поэтому это очень важно понимать. Поэтому, девочки, если вы на грудного вскармливали, если вы недавно родили, у вас сейчас особенный период, ваша задача очень четко любить себя, ценить, уважать. 21 числа, кстати, у меня стартует марафон «Люблю себя». Очень я вас всех на него зову. Вы реально не будете прежними, выйдете из него другими. 21 подавленное состояние месяца, как… Так, подождите, я это уже читала, мне тут неудобно всё. Такие эксцель-табличка очень неудобная. 22 постоянная усталость, головные боли, слабость и нежелание жить. Что делать, когда хочется умереть? Когда хочется умереть, важно поставить такую цель, которая будет вас мотивировать. Важно поставить такую цель, которая будет вас мотивировать. И здесь ещё важно понять, что рядом с вами должны быть люди, которые будут поддерживать эту цель. Да, вот как я всегда говорю про окружение. Окружение очень важно. Очень часто бывает так, что ваше окружение просто угнетает вас и вводит вас в такие депрессии, что вы оттуда не можете выйти. И иногда, может быть, есть смысл реально почистить своё окружение, остаться одному и двигаться к своей цели. Чем вы когда ставите цель, ну, например, если мы говорим про похудение, когда вы говорите, я похудею на 20 килограмм, а вам всем вокруг говорят, это херня, ты не сможешь, ты не сможешь, ты такая, ты секая, это всё херня. Тогда вы точно никуда не пройдёте и никуда не похудеете, понимаете? Вот здесь очень важно понимать, что вам однозначно всегда нужно окружение. Либо тогда чистите своё окружение и делайте это сами для себя. Вот, поэтому желание жить – это однозначное понимание, у меня нет конкретной цели. Когда у вас нет цели, куда вы идёте, у вас нет желания жить. Ну, это первое. И второе, ну, как бы, знаете, живым этой жизни ещё никто не уходил, мы все обязательно умрём. И поверьте, даже если мы сегодня умрём, нам всё равно через 40 дней точно придётся родиться и опять проживать эту историю. А если мы сейчас не проработаем эти уроки, мы опять придём к тем же самым урокам. Поэтому, ну, как бы, знаете, вот это «хочу умереть», ну, как бы умрём, снова родимся, снова доживём до этого возраста и снова наступим на те же грабли. Поэтому давайте прорабатывать эти грабли сейчас. Так, как побороть свою лень? Как заставить себя что-то делать? Вот это, кстати, один вопрос, вытекающий из другого. Когда у вас реально лень, когда вам что-то неохота делать, вы должны очень чётко понимать, что вы не хотите жить. Когда человек не хочет жить, он реально ленит. Лень – это равно нежелание жить. А нежелание жить, как только что мы обсуждали, если я не хочу жить, у меня нет мотивирующей цели, ради чего вообще я живу. И если ваша цель как-то связана с другими людьми, а она не связана с вами, то, как бы, здесь нужно с этим работать, потому что, ну, реально жить не очень хочется. Поэтому давайте так, ставим задачу, ставим цель, двигаемся постепенно к этой цели. Так, вопрос номер девять. Добрый вечер. Порой кажется, что во мне борются два абсолютно противоположных человека. Один за правильное питание, спорт и режим, любят ухаживать за собой. И это первая личность. А мне, и мне она, конечно, нравится. Но есть и другая. Ланима ничего не делает и делает, что хочет. Когда стресс, например, многие люди есть не могут. Кусок в горле не есть. Я же заедаю. Был переезд в другую страну, и первый год адаптации очень тяжёлая. Я набрала 20 килограмм. Так, давайте так, я вам расскажу по этому вопросу. Почему у нас есть две субличности? У нас есть одна субличность, которая хорошая девочка, вторая субличность, которая плохая девочка, которая выбежала из-под мамкиного контроля. Так вот, важно понять, вы уже не маленькая девочка, которой одной нужно быть прилежной, а другой выходить из маминого контроля. А вы уже взрослый человек, который умеет сам себя мотивировать. И вы это делаете, прилежной становитесь, неприлежной становитесь. Не потому что вас мамка заставляет или кто-то ещё, а потому что вы сами это выбираете. Понимаете? Вот, поэтому здесь важно понять. Я уже выросла, я сама выбираю то, что я кладу в рот, то, что я мажу на тело, и то, как проходит мой день. Вот это первое важно понять. На вторую часть вопроса, где вы говорите, что когда вы переехали, вы набрали 20 килограмм. Любимый мой, любой стресс, он очень требует от нас дополнительного ресурса. А когда вы не берёте в ресурс, там, не знаю, свою маму, папу, силу своего рода, силу своей божественной структуры, когда вы не берёте в ресурс свои, там, прошлые воплощения, как ресурсные. Кстати, всех сразу зовут на марафон «люблю себя», мы там берём в силу своих прошлых воплощений в ресурс. Тогда вам, конечно, сложно справляться. И вы что, обрастаете жиром, чтобы выдерживать? Потому что в стрессе очень часто нужен жир, чтобы выдерживать это, понимаете? Вот и всё. Поэтому у вас так работает структура. Если снова депрессия, стресс, что делать, чтобы не заедать снова, не ждать понимания и поддержки? Хотя, понимая… Итак, первое. Понять, что для того, чтобы вам получить поддержку, достаточно иногда позвонить маме или папе. Для того, чтобы вам получить поддержку, достаточно иногда просто промедитировать и получить поддержку мамы и папы. простроить силу рода, растождествиться с историями из родовых историй, где у вас люди во время стресса умирали с голода. То есть у вас может быть из родовых травм, кармических или родовых, есть тема «стресс, смерть, голод», когда люди, может быть, умирали от голода, и вам кажется, что вы сейчас тоже попали в стресс, и вы сейчас умрете, и вдруг у вас наступила, я не знаю, блокада Ленинграда. Тоже с этим растождествиться, понимаете? Ну и здесь важно понимать, что вы живете в самое лучшее время, в самом лучшем месте и прочее. Вопрос 10. Я полное дно, я вижу, что сама гублю себя и свою жизнь, боюсь, что что такое депрессивные вопросы? Это просто её я полное дно. Я вижу, что сама гублю себя и свою жизнь и боюсь что-либо менять. Я не хочу жить, хочу одновременно. Помогите мне. Пожалуйста, помогите мне начать жить снова. Ну и для тех, кто хочет начинать жить снова, пожалуйста, подкасты о богатстве, ценности себя и престижа, Это первое. У меня огромное количество различных марафонов и бесплатных эфиров. Идите, смотрите. Ну, я вам так скажу. Знаете, не гневите Бога. Вот это вот моя любимая поговорка еще из моего детства. Когда вы начинаете жаловаться, хочется вам сказать, не гневите Бога, будет еще хуже. И такое бывает очень часто. Когда люди начинаются жаловаться, это как, знаете, два мальчика. Один говорит, как у меня все херово, как у меня все херово. Боженька ему говорит, слышь, ты еще не знаешь, что такое херово. И загоняет его еще в худшие условия. Другой говорит, у меня так все хорошо, так все хорошо. А Боженька говорит, ты еще не знаешь, что такое хорошо. И загоняет его еще лучше условия. Поэтому очень часто я это, знаете, наблюдаю часто в своей жизни, в жизни своих окружений. Когда люди начинают это гневить Бога, я бы так это назвала, они попадают в еще большую жопу. Поэтому не гневите Бога. Поймите, что у вас есть руки, ноги, счастье, здоровье, любовь, отношения, бизнес, работа. И прекратите гневить Бога, а то будет еще хуже, просто еще хуже. Потому что, знаете, как у меня сегодня Макар тоже мой. Я ему сегодня стол какой очень крутой купила, это сделала, то сделала. Он мне сегодня там начинает на меня гудеть. Я говорю, Макар, давай не гневи Бога, а то сейчас стол у вас полетит из окна и прочее, прочее. Поэтому не надо гневить Бога. Потому что когда вы начинаете приходить жаловаться, так же в бизнесе. У меня сегодня тоже моя команда. Приходит что-то жалуется, хочет сказать, не гневите Бога, блин. Ну, как бы не нравится, может же быть еще хуже, дорогие мои. Это здесь вопрос в целом системы. Вы знаете, это когда люди начинают на политическую систему Российской Федерации что-то возникать. Там, ой, там тут плохо, там плохо, там плохо. Не гневите Бога, потому что станет еще хуже, как правило. Поэтому когда мы научимся ценить, любить, уважать то, что у нас есть, благодарить это за то, что вообще это есть, это то, что есть такие вещи, такие условия, тогда как-то что-то в жизни начнет меняться и будет становиться еще больше. А чем больше вы заходите и начинаете видеть в стакане наполовину, стакан наполовину пустым, тем более пустым он становится. Поэтому, знаете, вот это, я не хочу жить, жизнь тяжелая, не гневите Бога. Потому что, ну, как бы давайте умрите, а потом появитесь в следующий раз где-нибудь в Намибии. В Намибии есть такая, ну, каким-нибудь негритенком в бедной стране, где вам придется, блин, кукурузу целую с утра до ночи собирать. И тогда вам, может, полегчает, конечно, потому что это вот, конечно, история, когда мы начинаем говорить, здесь херово, там херово, это мне не нравится, то мне не нравится. Ну, как бы, пожалуйста, выход из жизни всегда есть, просто какая жизнь будет следующая. Вот эта вот история, понимаете, да, надеюсь, я о чем я говорю. Поэтому осознайте, что вы живете в самое лучшее время, в самом лучшем месте. Реально, круче нас никто никогда не жил. И вот эти постоянные, это мне тут не нравится, там мне это не нравится, здесь мне это не нравится, ну, как правило, заканчивается какой-то херотой, которая еще больше усугубляет то, что вы имеете. Так, вопрос номер 11, читаю. В детстве был пухлым ребенком, в школе дразнили постоянно. На фоне этого всегда оттягивала живот, носила обвесформенную одежду. В подростковом возрасте резко похудела, но комплексы остались. Лишь раз мне смеялась, чтобы щеки не были большими, и всегда контролировала, что сижу. С парнями проблемы не было. А про интимную жизнь вообще молчу. В большинстве случаев не могла расслабиться, как мысли все о том, что вот там живот, ляжки и так далее. Любимые мои, пожалуйста, вот у всех, у кого такая хрень, ну, я прямо назову эту хренью, у меня 21 числа стартует марафон «Люблю себя». Пожалуйста, придите на этот марафон. Ваша задача – научиться любить, ценить себя, уважать такими, какие есть. Потому что, поверьте, даже если вы сейчас начнете весить 43 килограмма, станете модельного вида и с ростом 178, у вас все равно эти травмы останутся. Это вопрос не к вашему телу, это вопрос к вашему внутреннему состоянию, вашей внутренней неценности себя. Откуда ваша базовая неценность себя появляется? Из того состояния, когда нас наши родители в детстве критиковали. Потому что, ну, давайте честно, есть женщины по 150 килограмм, их мужчины любят, они сексом прекрасно занимаются, оргазмы получают. А вы там что-то придумали. И поверьте, даже если вы набьете 200 татушек, похудеете на 100 килограмм, увеличиваете свою грудь до 8 размера, внутренность ваша не поменяется. И здесь важно работать с внутренним состоянием. Поэтому однозначно себя жду на расстановках и на марафоне люблю себя, чтобы с этим поработать, понимаете? Сейчас смотрю на фото и понимаю, что, в принципе, если сравнивать с другими, обычное тело, но все равно комплекс... Однозначно нужно прорабатывать психику, мои хорошие. Прорабатываю... О, Олег пришел. Олег, 150 килограмм, как тебе, женщина? Да вот, понимаете? Поэтому здесь пока с головой не поработаешь, глобально ничего не поменяется. Поэтому, пожалуйста, прорабатываем психику. Еще раз. Всех жду на марафоне люблю себя и однозначно понимаете, что вы уже выросли, уже нет того, кто вас будет критиковать. Это просто... Часто мы не ценим себя, когда в детстве нас очень много критиковали. Часто вспышки гнева. Грубые ответы окружающим. Сама за собой не замечаю. С чем связано то, что когда на меня смотрят, меня это раздражает? Причем взгляды добрые. Да просто в беседе кто-то напоминает мне... Ну, во-первых, это может быть реально... Ты чувствуешь, что тебя вампирят. Человек, знаете, может улыбаться в лицо, говорит, ты самая лучшая, а тебя вампирить. Может быть, у тебя реально состояние, где ты считываешь поле, и ты чувствуешь, что тебя вампирят. Не надо просто на людей орать. Можно просто уходить из этого пространства. Либо если эти люди условно работают на тебя или принадлежат каким-то образом к твоей семейной системе, ну, как бы нужно менять окружение. Вторая история. Если у вас есть вспышки гнева, гнев — это всегда энергия. Энергия невысказанная, энергия непроявленная. Отправляйте ее в продукты. Делайте так, чтобы у вас эта энергия шла дальше. Но не в гневе, она выражалась в каких-то конкретных продуктах. Понимаете? Поэтому гнев, вы должны понимать, это непроявленная энергия в мир. Гнев — это очень серьезный энергетический заряд. Просто распаковывайте его и делайте что-то большее для мира. Это очень-очень важно понимать. Так, Юля, как вы думаете, нужно ли лить на обследование, чтобы сняли с меня с учета психиатра? Я не знаю. Ну, я вообще против врачей, в принципе. Я не поддерживаю тему врачей. Может быть, с этим... Приходите лучше на расстановки. Юлечка, мой бывший муж не выпускает из Израиля дочку. Восемь лет. Мне там выжить сложно и болею все время. В Москве мой дом. Страдаю по дочери, реву. Как быть? Ехать в Израиль. Ну, как бы, где тебе хорошо? Просто ты говоришь, тебе и в Израиле плохо, и в Москве плохо. Где тебе хорошо? Ну, как бы, решать вопрос. Решать вопрос на уровне закона. Найти причину, в чем твоя выгода, что так получилось. Ну, прорабатывать — это важно. Да, смотри, ты сейчас говоришь, мой муж плохой. Он заставляет меня реветь. Ну, по-большому... Потому что я не вижу дочь. Если ты ревешь за то, что не видишь дочь, ну, езжай, живи с дочерью. Да, и то есть, если есть закон, по которому муж имеет право не выпускать, ну, как бы, значит, так. Да, например, я сейчас тоже, может быть, хочу в Майами переехать, а у меня бывший муж не выпустит. Я еще не знаю. Это я пока только гипотетически гипотезу вытягиваю. Да, и мне тоже надо будет выбирать. Либо я в Майами уеду, либо Макара здесь оставлю. Например, гипотетически, ну, как бы, я буду выбирать, и, скорее всего, я выберу, что я буду с ребенком, да, потому что я не хочу жить в Майами и реветь там, потому что у меня ребенок в России, понимаете? Поэтому здесь вопрос только вы решайте. Просто вы сейчас пытаетесь обвинить своего бывшего мужа в том, что он мудак, что он не хочет расставаться со своей дочерью. Он, может, тоже дочку так же сильно любит, как и вы, тоже не хочет с ней расставаться, понимаете? А вы хотите доказать мужу любовь и вывести насильно дочку, чтобы с мужем конфликтовать. Прекратите делить детей, я вас умоляю. Вы там между собой, родители, не можете найти любовь и понимание и пытаетесь детьми манипулировать. Поэтому здесь вот однозначно какая-то манипуляция между тобой и твоим бывшим мужем, где нужно приходить к консенсусу, да? Почему он должен дочку к тебе в Москву отпустить и не видеть ее, а ты, значит, не должна, да? Вы должны понять, ребенок это не ваша собственность. Ребенок появился от двух родителей. Поэтому, ну, поспокойнее. Здесь нужно разбираться прям конкретно. В Москве мне лучше, в Израиле плохо очень. Ну, тогда что плачешь, Ян? Ну, живи тогда в Москве. Ну, просто, еще раз, ну, слышишь, да, что я говорю? Здесь не надо выставлять мужа таким козлом, который не отпускает дочку. Он хочет, чтобы дочка тоже с ним была. Он имеет, ну, реально на это право. Ну, грубо говоря, понимаешь? Ну, как бы, здесь нужно решать. Ты же замуж когда-то выходила и мужчину любила. Здесь нужно прям решать все полюбовно. Либо какой-то договор подписывать, где там дочка три месяца там живет, три там, три там, три там. Ну, как бы, смотрите. Самое главное, уходите от эмоций. Все такие вопросы важно решать из здравого ума и спокойствия, понимаете? Просто мы очень часто, вот особенно женщины, любят понагнать и жуть на все это дело. О, так ужасно, так ужасно. Часто вспышки гнева, грубые ответы окружаем. Так, это я уже ответила. Теперь вопросы моих участников марафона. Вопросы от участников марафона телокликту Юлии Хадарцевой. Здравствуйте. Тело более подтянутое, стройное. Последние дни были сложными. В контроле 15 июня на 16 июня состояние лучше. Подъем энергии. Слава Богу, жить хочется. Знаю, что еще много работ над своим телом. Как отключить контроль и не думать, что я толстая от одного огурца? И делать это с легкостью. Смотрите, когда вы себя контролируете, вы включаете злую мавку. Вообще, любая энергия контроля, это вы свою маленькую девочку плющите. Поэтому здесь важно не контролировать, а внутренне вдохновлять. Чтобы это шло не сверху, жри только огурцы, а снизу я хочу есть только огурцы. Понимаете? Это вот очень важно понимать. Так, мое состояние физическое то хуже, то лучше, а по моральному состоянию все в норме. Так, это что такое? Где вопрос? Благодарю за ценную информацию на марафоне. Это мои девочки с моего марафона телоклет пишут. Подскажите, пожалуйста, что нужно прорабатывать? Где найти ответ? Словно кто-то другой в моем теле. Когда вы чувствуете что кто-то другой в моем теле, кто это может быть? Это могут быть нерожденные братья и сестры. Да, когда мамочка делала аборт или были выкидыши у нее, это могут быть нерожденные братья и сестры. Это могут быть ваши нерожденные дети, вы донашиваете их. Это могут быть какие-то кармические истории, которые вас подзастряли. Вот, поэтому здесь важно тоже прийти на расстановку и поработать с этим. Я вам напомню, что меня зовут Юлия Хадарцева и психолог-расстановщик-энерготерапевт. Я вас всех зову на расстановке, вы можете это все попрорабатывать. Так, ладно, дайте я здесь на вопросы отвечу. Какие здесь есть вопросы? Юля, сыну 14 лет, болят суставы. Все диагнозы никак не поставят. В чем? Суставы – это кости, это опора, это папа. Суставы – кости, опора – папа. Что у сына 14 лет с отцом? Так, смотрим вопросы-ответы. Женские болячки, куда смотреть? Женские болячки, смотреть в женский род, женственность, в оргазм, кайф, наслаждение, удовольствие. Дальше. Когда ближайшие расстановки в Москве оффлайн? В субботу. В эту субботу уже можете приходить на ближайшие расстановки в Москве оффлайн. Всех обязательно жду. С 10 утра в отеле «Хаят Реджинси» мы делаем расстановки оффлайн в Москве, поэтому приходите. Не вижу в тап-линк ссылку на марафон расстановки. Какие вас интересуют? Давайте я вам и так сейчас быстро скажу. 19 июня групповые расстановки в Москве. Местных заказчиков нет, есть места только на заместителя. 4 тысячи рублей с 10 утра до 12 ночи обязательно приходите. Расстановочный марафон «Люблю себя» у нас стартует 21 июня. Всех очень зову. 25 июня у нас будет онлайн-вебинар про секс в новом тысячелетии. Марафон «Родители» будет 26 июня. 1 июля расстановочный марафон на пути к своему предназначению. 1 июля также у нас стартует марафон «Красные помады». 2 июля 4 июля у нас будет расстановочный уикенд в Подмосковье. Расстановки без остановки 3 мощнейших дня расстановочных 65 тысяч рублей стоит. Очень рекомендую присоединиться. В 3 дня будем делать расстановки. 65 тысяч входит и питание и проживание и все-все-все-все-все. Так что пишите, приходите. 9 июля марафон «Лилит». 16 июля марафон «Три шага к богатству». Пожалуйста, всех жду. Ну и тема, о которой мы сегодня говорили, тема «Тело к лету». Марафон будет 1 декабря. Тоже можете сейчас по специальной цене занять на нем места. Юль, какая ты умница. Восхищаюсь тобой. Вообще, столько крутых мероприятий. Я вас люблю тоже. А место заказчика сколько стоит? У нас нет места заказчика любимой моей на эту субботу, но вообще стоит 40 тысяч рублей. Но сейчас все заказчики распроданы. Можете в резерв записаться. Так я вас зову всех на выездной расстановочный в Подмосковье. Там с заместителем 65 тысяч, с заказчиком 110 тысяч. Но это 3 дня. Днем и ночью мы расставляем. Это вместе с питанием и с проживанием. Понятно? Так, давайте сейчас я еще здесь вопросики посмотрю. Беременность от насильника. Почему происходит? Разве это любовь? Дети же рождаются. Да, сейчас я вам расскажу, что такое насильник. Есть в психологии такое классическое понимание треугольника Артмана. Тиран, жертва, агрессор. И вот вопрос, почему насильник не напал на кого другого, а именно на эту девушку? Вы должны всегда понимать, что на любую жертву всегда найдется насильник. Если она находится в состоянии жертвы, там всегда будет насильник. И здесь тоже всегда есть любовь. В треугольнике насильник, жертва, спасатель, всегда внутренне есть любовь. Поэтому, как бы там ни было, ну, например, знаете, если девушку насилует мужчина, значит, у девушки переизбыток энергии, она его никуда не использует. Эту энергию надо куда-то слить, ее разрывает. Она встречает мужчину и он ее насилует. Тогда он ее, в принципе, можно сказать, спасает от этого. Поэтому важно понимать с более глубинной психологической точки зрения, что между насильником и жертвой всегда есть любовь. Всегда, всегда есть любовь. И поэтому рождаются дети. Очень часто. Да, там же может еще на уровне кармы попадать тема каких-то кармических душевных воплощений. Да, там они в прошлой жизни эти две души могли встречаться. И там тоже, соответственно, вообще кармическая любовь с других воплощений. Но, как правило, это так. Понятно? Так, едем дальше. Давайте еще парочку вопросов, и я пойду. Как реагировать на постоянные замечания у мамы? Мне 39, а она до сих пор меня воспитывает. Да никак не реагировать. Вы, знаете, как вот я сейчас тоже там Макару сделала замечание, я с него как гуся, с гуся вода. Когда вы ребенок, с вас как с гуся вода. Мама что-то говорит, она как радиоволна, знаете. Радиоволна говорит и говорит. Когда вы пропускаете это мимо ушей, вам нормально, понимаете? Потому что вы уже выросли, и вы можете сами принимать решения. Но спорить с мамой точно не надо. Когда вы начинаете с мамой спорить, что-то ей доказывать, тогда там появляется конфликт. Поэтому, ну, как бы говорит и говорит. Юлечка, будут ли новые марафоны? Да. Марафон мужчина-женщина в августе. Сейчас я его рожаю. Надеюсь, рожу. Но, это не точно. Ну, скорее всего, да. Марафон мужчина-женщина в августе, он уже стоит. Уже я первый урок записала, да. Марафон мужчина-женщина приходите. При том, что понимаю, что я маленькая, она большая, мне 39. Ну, я уже ответила на этот вопрос. Давайте дальше. Посоветуйте, пожалуйста, практики для такого периода жизни. Или ваш совет, для какого периода жизни? Я не понимаю. Как начать творить? Что-то мешает? Пожалуйста, марафон «Путь художника» у нас будет. Это очень мощный «Путь художника». Он основан на книге Джулии Кемерон «Путь художника». На пути к своему предназначению. Мы там очень глубоко начинаем работать с глубинными историями, со своими внутренними состояниями. И очень рекомендую. Но в конкретном случае, как начать творить, начните писать утренние страницы, прям выписывать их. «Голодала в четверг, без проблем. Начала голодать в среду, голова болит до слез». Это к чему? Когда вы голодаете в четверг, вы простраиваете деньги учительства. Когда вы голодаете в среду, вы простраиваете свою деятельность. То есть вам страшно идти в деятельность. Это, скорее всего, страх становиться великими. Здесь нужно на это смотреть и страх нести в мир что-то важное. То есть, может быть, в прошлой жизни вы что-то важное для мира делали, а вас за это убили. Поэтому продолжайте голодать по средам, выходите на новый уровень. «Кандидоз» не могу выдачить. Это связано с отношением с мужем. Что такое «кандидоз»? Я не знаю. «Кандида» — это молочница в смысле? Если молочница — это грибы. Если грибы — это какие-то подселенцы и вампиры. Грибы — это паразиты. Какие-то паразиты внутри вас. Вот, пожалуйста. Поэтому убирайте паразитов из своей жизни. «Кандиды» — это паразиты. Кто-то вас поджирает и паразитирует. Как только у вас «кандида», значит, кто-то вас поджирает и паразитирует. «Иду на перезагрузку в работе устала. Хочу понять, куда дальше. Хочу уйти, побыть одна». Пожалуйста, марафон на пути к своему предназначению. С 1 июля всех вас жду. Приходите. Очень глубокий, нежный, глубинный марафон про куда идти. Должен ли мужчина обсуждать своей женой покупку авто для бизнеса? Он не должен, но если ему хочется, он может посоветоваться. У женщины шестая чакра — чакра миссии, предназначение дающая, у мужчины берущая. И когда мужчина приходит к своей женщине не обсудить и согласовать, а просто поговорить об этом, тогда она может дать ему очень крутые вещи. Понимаете? Это когда Султан Сулейман приходил к Хюрем Султану, он с ней просто обсуждал, как ты думаешь, а что завоевать. И она просто высказывала своё мнение. Ей было неважно, послушает он её или нет. Вот матери важно, чтобы ребёнок её послушался и купил то. А женщине неважно. Она может высказать своё мнение просто так. И всё. И тогда мужчина решает сам. Но, как правило, у женщины шестая чакра — интуиция дающая, и женщина реально лучше знает, как лучше. Поэтому истинный мужчина по себе выбирает сильную женщину, с которой он может разговаривать и обсуждать какие-то вещи, в том числе и бизнес. Так, однополые отношения. В чём причина? Подавляющий родитель родного или противоположного пола. Ну, то есть геи — это вытесненные отцы. Геи, как правило, вытесняют в себе мужчину, а там в базе папа. Они, как правило, ненавидят мужчин. Если у вас в окружении есть геи, вы можете просто их спросить, что у тебя с папой. И я вас уверяю, в 100% случаев там будет жопа. Вот. в этом проблема. то есть ту энергию, которую они вытесняют, они вытесняют из себя мужскую, например, энергию и становятся, ну, условно, девочками. Почему? Потому что папа не приносит. Почему нет клиента? Вам неохота работать. Когда меня тоже всё немного достает и мне неохота работать, у меня тоже нет клиента. Ну, или команда, которая с вами работает, ей неохота работать. Ну, грубо говоря, понимаете, но в целом это всё от вашей энергетики, от вашей энергии. Вот. При разводе муж говорит гадости и грозит всё забрать. Как себя успокоить? Это значит, вы рано разводитесь. Когда у вас начинаются внутренние истерики, вы друг за друга цепляетесь, скорее всего, там есть незавершёнка эмоциональная. Как себя успокоить? Работайте через юристов, не общайтесь. Когда вам говорят гадости и орут на вас, избегайте этого и общайтесь через юристов. Сколько уже времени? Может ли человек, никогда не занимавшийся никакими практиками, стать расстановщиком? Спросите это у моих учеников, да. После обучения расстановкам с Юлией Ходарцевой вы можете стать расстановщиком, да. Как копить энергию, где её брать? Здоровое питание, здоровые продукты, тренировки, бег по земле, любимое дело, избавление от вампиров, окружение, которое вас верит. Вот это всё оно. Знаете, когда вы испытываете ощущение, что вокруг вас люди, которые вас не верят, которые вас гнобят, которые вам говорят, что вы какие-то не такие, это очень серьёзная большая потеря энергии. У всех друзей зверь, зверь, про лезбиянок. Нет отца в основном, это не норма же, не норма же. Свищ на копчике. Что это свищ? Свищ это что это? что это свищ? Ну, копчик, это вообще первая чакра, чакра жизни. А, свищ на комприч, да. Что ты там с чакрой жизни? Жить хочешь, нет, утекает энергия, либо какие-то привязки, либо какие-то, знаете, эти мужско-женские сильные привязки. Какой-то мужик из прошлого может подсасывать, например. Как поднять женскую энергию? Быть в женской энергии, наслаждении, кайфа, удовольствия. гононик огромный, да. Скорее всего, какой-нибудь бывший подсасывает, ну, грубо говоря. Ну, первая, вторая чакра это привязки по мужско-женским отношениям у нас чаще всего. Ну, и как бы сила рода, но сила рода, она как правило дает, да, то есть где-то там потеря энергии на первой чакре надо посмотреть. Так, любимый, ну, конечно, посмотрю, сколько времени прошло. Все, давайте завершать. Аллергия много лет, кого-то не выдерживаешь. Геморрой. Прям больно в геморрое? То есть берешь энергию, но не отдаешь. Когда геморрой, не можешь отдавать миру. То есть если больно, то есть если запор и геморрой, если геморрой, потому что наоборот, все вытекает. Это значит переизбыток отдаешь. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где вы учились на расстановщиках? Много где учились на расстановщиках и самое главное учились у Берта Хеллингера в Германии несколько лет. Берт Хеллингер это основоположник расстановщика. Школа Хеллингера можете зайти на сайте посмотреть, но помимо этого еще куча где еще. Всем отвечайте, а на мой нет. Ну-ка давай, я Синга, Симов, афиша, какой твой вопрос? Любимый, ну что, я надеюсь, с вами сегодняшний эфир был полезен, много говорили про тело и жду вас в своем пространстве. 21-го жду на марафоне «Люблю себя». Вообще, в принципе, жду вас везде. Люблю, целую, обнимаю. Ваша Елия Ходарцева.